12 мая 1944 года Крым был освобожден от немецко-фашистских захватчиков. А уже спустя 6 дней, 18 мая, с полуострова стали отправлять в ссылку крымских татар. За сутки свои дома оставили почти 200 тысяч человек. Это трагическое событие разделило судьбу народа на до и после. Вслед за крымскими татарами были депортированы греки, армяне, болгары, караимы, представители других народов. Ежегодно в День памяти представители различных национальностей и вероисповеданий приходят к обелиску жертвам депортации. Представители властей Севастополя говорили о важности диалога с общественными объединениями, а также подчеркивали, память детей и внуков – это гарантия, что такая трагедия больше не повторится. Депортация – это трагедия, незаконное, неуважительное отношение к народам, к многим, десяткам народов, которые произошло. Это вдвойне трагедия. И важно, что мы должны извлечь урок из этой истории. И сегодня залог нашего успешного будущего – именно межнациональный диалог, уважение к каждому народу. Накануне Великой Отечественной войны в Севастополе проживало 124 тысячи населения. Это были люди разных национальностей. И никаких противоречий не было. Наоборот, ну, наверное, хоть и преподавание в основном велось на русском языке, но изучались и языки других народов. И вот все вспоминают, те, кто сторожил о Севастополе, что каждый знал хотя бы несколько десятков слов своего соседа, если он перенажал в другой этнической группе. И вот эта традиция взаимопонимания, дружбы, взаимоподдержки, она в Севастополе не утрачена. По словам председателя общественной организации объединения крымских татар Севастопольского региона Акьяр Энвера Мамуддинова, представители народа постепенно возвращаются, обустраиваются в местах компактного проживания крымских татар. Городские власти стараются сделать их жизнь более комфортной. По информации Пресс-службы правительства, в этом году выполнят благоустройство и ремонт дорог и улиц в селе Полюшка, продолжат его газификацию. Также Качинскому муниципалитету поручено привести в порядок мусульманское кладбище в Орловке. Кроме того, решено проработать вопрос установки на аллее героев в Каче бюста героя Советского Союза Амедхана Султана. Крымско-татарские активисты четверть века просили увековечить память прославленного летчика. О чем бы я хотел просить законодательной стороне Екатерину Борисовну, чтобы все-таки Дмитрий Владимирович, чтобы мы нашли способ возможности изучения языка. В Севастополе один язык государственный, это русский. По причине того, что язык изучается факультативом, не дает возможности в полной мере изучать его. Поэтому я надеюсь, что именно в терпении, совместном труде мы найдем способы изучения языка тоже. На митинге также прозвучали стихи крымско-татарских поэтов, в основном писавших о любви к родному полуострову из мест ссылки, преимущественно из Средней Азии. Стихотворение называется «Крымменом Юрий Гамде», автор стихотворения Риза Фазел. Из самого названия стихотворения мы понимаем, что Крым в нашем сердце. Мы должны помнить о наших предках, сражавшихся за Родину. И люди разных поколений должны знать, для того, чтобы жизнь каждого из нас, каждого человека, каждой семьи стала лучше. Ради всеобщей нашей задачи межнационального согласия.